В Ульяновске состоялось заседание штаба по комплексному развитию региона. Губернатор Алексей Русских сегодня работает в Москве, поэтому совещание он провел по видеоконференц-связи. Глава региона кратко озвучил итоги уходящего года, который был сложным, но продуктивным. Ключевая задача – повышение благосостояния ульяновцев. Об увеличении уровня реальных доходов население постоянно говорит и президент России Владимир Владимирович Путин. Здесь мы работаем в одном направлении с федеральным центром. Результаты уже есть. Мы вышли на устойчивую положительную динамику. Повышение заработной платы ожидает более 60 тысяч ульяновцев. С работодателями нашего региона заключено уже более 1800 соглашений о повышении заработной платы сотрудникам от 15% и выше. Одна из ключевых задач будущего года – повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Финансовый результат, который мы предполагаем в следующем году, от заключенных соглашений составит 278 миллионов рублей в виде налога на доходы физических лиц дополнительно. То есть это где-то полтора процентных пункта. Службы социальной защиты населения в период новогодних и рождественских праздников будут работать в дежурном режиме. Круглосуточная ватсап-приемная будет принимать сообщения граждан в прежнем формате. От ульяновцев старше 60 лет, которые находятся на самоизоляции, как и прежде будут принимать заявки на доставку продуктов, лекарств и продуктов первой необходимости. В новогодние праздники с 31 декабря по 9 января все отделения соцзащиты будут работать в дежурном режиме. То есть в учреждениях будут находиться специалисты, которые в случае обращения граждан смогут принять документы, оказать консультацию. Кроме этого будут работать телефоны горячей линии в каждом муниципальном образовании. Будет работать телефон единой социальной горячей линии 8 800 350 46 46. Губернатор Алексей Русских поручил перевести все службы в режим повышенной готовности на время каникул. Правительство и глава региона также будут работать. В поведении сформирован график дежур. Все руководители регионального и муниципального уровня должны быть постоянно на связи. О работе общественного транспорта на новогодних праздниках рассказал глава Министерства транспорта Евгений Лазарев. С автовокзала областного 31 числа будет на 30% увеличено количество отправляемых рейсов. Это традиционная мера, исходя из сложившегося пассажиропотока. И далее до 10 января транспорт будет работать в режиме выходного дня. По городу Ульяновску в предновогодний день 31 декабря режим работы пассажирского транспорта будет продлен до часу ночи. И также в час 20 после завершения праздничного салюта будет дополнительно подан до единицы подвижного состава в район драмтеатра и ДК губернаторский. В 2021 году много внимания уделялось вопросу уличного освещения на территории области. Большую роль в решении задачи играл Центр управления регионом. С начала года информация, поступающая в наш Центр управления регионом, специалистами министерства активно мониторилась, анализировалась и передавалась губернатору с предложениями по решению всех вопросов. Мы сформировали программу трехлетнюю по полной замене на территории региона системы уличного освещения. На аппаратном совещании также озвучили статистику обращений граждан в Центр управления регионом и информацию о снижении темпов вакцинации от ковид в Ульяновской области. Поговорили о работе молодежного правительства, которое два года является лучшим в России. Алексей Русских поручил ответственным ведомствам ускорить темпы вакцинации от коронавируса и быть готовыми к возможному росту заболеваемости во время и после новогодних праздников.